Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео мы поговорим о Forza Horizon 4. На днях состоялся релиз самой лучшей гонки 2018 года, но так ли это на самом деле? Пожалуй, да. Playground Games который год не изменяет своим традициям и выпускает еще одну годную часть серии Horizon. Это просто конвейер. Скажет чувак, который просто смотрит геймплейные ролики. Это просто шедевр. Скажет фанат серии или обладатель консоли Xbox One. И оба будут правы. Суть в том, что в четвертой части по сути нет ничего глобально нового, кроме новой карты и смены сезонов. Все остальное это лишь доработки и внесение дополнительных функций по типу кастомизации своего аватара. Да, игра стала визуально лучше, дальность прорисовки, отражения, блики, все это сочнее, четче и красочнее. Физика также хороша, нет слишком легкого и в то же время аркадного геймплея, он тут оптимальный. Каждая машина чувствуется по-своему, по-разному ведет себя на тех или иных видах дороги, плюс к тому или иному сезону ты также начинаешь подстраиваться. Несмотря на это, при игре не возникает ощущения, что ты играешь во что-то новое. Ты играешь в ту же Horizon 3, только уже в Великобритании. Кстати, о местности. Она тут также красивая и очень радует, что в четвертой части теперь привычные правосторонние движения. Ибо когда я зависал днями и ночами в Forza Horizon 3, на перекрестках или на поворотах в реальной жизни, я очень долго думал на какую полосу мне выехать. Ибо из-за игры я привык к левостороннему движению. Так и навстречку было изи вылететь. Но, к счастью, с четвертой части такого не будет. Почему ее все хвалят и любят? Потому что она приятна на геймплей, красивая на визуализацию, а еще тут можно без проблем покататься со своими друзьями и пройти все миссии и кампании. В сериях Horizon есть абсолютно все необходимое для гонок. Большой выбор трасс, открытый мир, тюнинг, кастомизация машин, клевый музон, море автомобилей, фоторежим и прочие вещи, которые нужны любителю гонок. Кстати, если хотите сходку по четвертой части, то проголосуйте в правом верхнем углу. Да, цена в 4К, возможно, многих и укусит. Но с подпиской Xbox Game Pass вы без проблем можете в нее играть за 600 рублей в месяц. Если что, подписка и на ком действует, ибо игра Play Anywhere и в ней есть кросплатформенный мультиплеер. Я считаю, что за такую игру это вообще халява полная. Брать или не брать, решайте сами. Игра качественная, вылизанная до идеального состояния и в ней есть все, что должно быть в гоночной игре. С другой же стороны, в ней нет ничего принципиально нового, что подталкивает вас купить вместо третьей части четвертую. Скорее всего, маленький аргумент в пользу четвертой части будет лишь в смене времен года без каких-либо дополнений и новая локация. В остальном же, это типичная игра серии Horizon. На этом у меня все, как всегда, коротко и лаконично. Если понравилось видео, ставь палец вверх, подписывайся на канал, а также не забывай писать свое мнение по поводу игры в комментариях. Также заходи на мой стрим, который состоится сегодня. Вечерком устроим покатушки в прямом эфире. Подробности о стриме и сходке у меня на странице ВКонтакте. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok